И всем привет, дорогие друзья, с вами я, Дрилл ТВ, и в сегодняшнем видеоролике я, ютубер, буду претворяться новичком на тусовочном острове. Я уже снимал подобную рубрику, и вы реально показали очень хорошую активность, за что я вам очень сильно благодарен. Давайте над этим роликом мы тоже покажем хорошую активность, поставим лайк, напишем комментарий, ну и тому подобное. Мой аккаунт, конечно же, не подойдет под эту рубрику, потому что у меня галочка, английский фон, английская аватарка, и все люди сразу будут понимать, что тут что-то нечисто. Поэтому, ребят, для этой рубрики у меня есть вот такой вот ботский аккаунт, который прям идеально подходит под эту рубрику, и именно на нем мы будем сегодня претворяться новичком. Но еще раз скажу, ребят, перед началом поставьте лайк, подпишитесь на канал, ну а я вам всем желаю приятного просмотра. На игре выходят разные события, в которых ты можешь выбить топовые награды, но только за алмазы. А где же взять те самые алмазики? Я вам отвечу. Существует сайт donatov.net, в котором вы можете приобрести абсолютно любое количество алмазов по самым выгодным ценам, так еще и получите от меня скидку на первую покупку. Что же нужно сделать? Переходите на сайт, выбираете нужную сумму алмазов, дальше даете свой игровой ID. Никто на ваш аккаунт не заходит. И дальше выбираете удобный способ оплаты, после чего алмазы начислятся на ваш аккаунт, и вы сможете забрать те самые события. Безопасность и 100% получение алмазов я вам могу гарантировать лично, а также вы можете убедиться, посмотрев отзывы клиентов. Ссылку на данный сайт я оставлю в описании, а также в закрепленном комментарии. И не забудь воспользоваться моей скидкой. Ну а начну я данный видос не сразу с тусовочного острова, а для начала я хочу проверить, возможно ли новичку найти человека, с кем бы он мог сыграть. Если, например, у него вообще нет друзей, но он хочет поиграть в команде. Давайте же мы это проверим. У нас есть мировой чат, есть вот такая вот темка, но мы тут везде нажимаем, пытаемся зайти, и у нас совершенно ничего не получается. Как видите, набор в команду закрыт, набор в команду закрыт. Короче, вот тут у нас тупо ничего не работает, либо там стоит то, что нужно иметь какой-то ранг, чтобы зайти. Но для этого, ребят, у меня для вас есть лайфхак. Вы для начала должны создать команду, без разницы, дуо, отряд вообще не имеет значения. Создаете. Дальше, ребят, берете код команды, копируете его. Дальше выходите из группы, нажимаете войти по коду команды, и теперь смотрите, вы должны поменять третью цифру с конца. Было 287, стало 387, и мы попадаем в другую команду. Тут у нас человек с бронзой, неинтересно. И теперь, ребят, ищем команду, которая нам подойдет. Нам нужны люди хотя бы с алмазом, желательно с мастером, и проверить, запустятся ли они с нами в игру. Но почему-то пока что мне везет только на таких же новичков, как и я. Нашел такого игрока, хоть у него и платина, но может быть он с нами захочет сыграть. Давайте мы это проверим. А, он просто вышел из группы, понял. Проверил, ребят, я еще десятки разных команд, но ни к чему интересному это не привело. Мы либо попадаем к новичкам, либо к людям, которые просто стоят в АФК и не запускаются. Ни на каких мастеров я не наткнулся. Но новичку ж не обязательно играть с мастерами, так что вот этот лайфхак просто поможет встретить таких же новичков, и тогда новички смогут без проблем поиграть. С этим у нас, получается, проблем нету. Дальше давайте проверим, помогут ли новичку на тусовочном острове. Я запустился, только у меня какое-то странное управление. Давайте мы его сейчас изменим. Почему-то у меня все кнопки в одно место. Это, наверное, я какой-то видос снимал. Сейчас мы резко возвращаем все управление. Итак, ребят, к нам, кстати, сразу же кто-то подбежал. Какой-то корол начинает приседать. Давайте у него спросим, точнее скажем ему привет. И он намахает. Хочет, чтобы мы куда-то пошли. Я, ребят, если что, только-только зашел. То есть это первая запись. Я еще не успел написать даже в чат, помогите мне и тому подобное. Меня сразу же куда-то зовут. Это что, свидание какое-то? Это типа 8 марта скоро? И типа хочет подружиться, чтобы завтра на 8 марта какой-то подарок получить? Или что, я не понимаю? Или к чему вот это вот все? Почему мы сейчас... Я только захожу на тусовочный остров и сразу попадаю вот сюда. Это довольно-таки странно. И что же она нам хочет написать? А, просто левает. Тогда в чем прикол был, я не понял. Ладно, давайте переходим обратно к видосу. Пишем в чат, ребят, кто может помочь. И, конечно же, кто поможет, получит немножечко алмазов. Копируем текст, чтобы его по миллиону раз не писать. И к нам сразу же уже кто-то подходит, реально. Обычно мне надо раз 50 написать, и на меня только внимание обратят. Но тут уже кто-то к нам подходит. Давайте уточним, она может помочь или что же такое? Ник у нее albin1. Вроде так он читается. Давайте у нее спросим, где взять молоток. Молоток это, ребят, если что, тот самый, который, когда бьешь по человеку, увеличивает голову. Кто не понял? Пускай она покажет, где это находится. И, как бы, бонус какой-нибудь получит. Если ей, конечно, станет лень... О, она пишет за мной. Подожди-ка. Подожди-ка, ребят. Ну окей, за тобой так за тобой. Давай. Куда? Че ты сидишь? Куда? Напишем ей. Окей? Куда? За мной идит. Окей, иду за тобой. Погнали. Давайте будем специально на вот таком беге бежать. Якобы мы вообще бот. Вдруг она сейчас подумает. Блин, он что-то долго бежит. Забью на него. Давайте это проверим. Как будто мы не знаем, как работает кнопка бега. Новичок все-таки. Что с нас взять? Бежим. А что она начинает бежать, как мы? Она типа троллит нас. То, что мы бежим на таком беге, и она бежит. Но она ведет правильно, да. Походу, она нам все-таки поможет. Но это еще не все, ребят. Как видите, тут нужны какие-то жетоны, чтобы это купить. Поэтому напишем то, что тут, ребят, нету жетонов. Сначала мы такие типа, о, класс. А теперь, ребят, мы должны написать. Тут нужны какие-то жетоны. Давайте ей это напишем. Что же она нам скажет? Видите, не можем молоток купить. Нужны жетоны. Будет от нее какой-то ответ. Такой смайли грустный ей кидаем. Ну, ответик какой-то будет. А, она кидает знак вопроса. Давайте ей еще раз напишем. Она, походу, не поняла. Напишем, тут пять жетонов надо. Говорит, у тебя нет жетонов. Конечно же, ребят, у нас нет. Откуда они у нас могут быть? Дальше говорит то, что тогда надо просто подождать. Окей, ребят, давайте будем тут ждать. И, в принципе, отвечает она правильно. Потому что если стоять, то жетоны сами начисляются. Ну, а теперь, ребят, мы даже не сказали ни спасибо, ни пожалуйста. Просто, ребят, уходим. Точнее, ребят, делаем вид, что мы уходим. Потому что я сейчас сразу скажу, типа, о, все, ты прошла поверку и так далее. Это будет неправильно. Поэтому, ребят, мы ждем. И вот сейчас, я думаю, уже пора ее начать догонять. Да, все, догоняем ее. Мы сделали вид, что мы уходим. Она пошла по своим делам. Я по своим. Но, ребят, я ж не оставлю ее без подгона. Потому что новичку она помогла. Добро сделала. Поэтому добро, ребят, должно вернуться. Поэтому давайте ее догоняем. Главное, чтобы она не вышла из игры. Пожалуйста, не выходи из игры. Я тебя умоляю. Так, куда она побежала? Вот она, ее вижу. Остановись-то, стой ты! Куда она бежит, блин? Не убегай, не убегай, не убегай. Куда она, ребят, убегает? Давайте помахаем ей. Да стой ты, ну, е-мое. О, стоит все, ребят. Давай, ребят, ей напишем то, что... Стой, пожалуйста, стой. Скажем ей то, что я там ютубер. Туда-сюда. Ты прошла проверку, ребят. Ну, и попробуем посвать ее в лобби, чтобы скинуть ей алмазы. Ты прошла проверку. Что же она ответит? Какая у нее будет реакция? В ютубе. Ты в ютубе. Давай, давай, давай. Какой-то тип еще подошел. Что-то стоит, махает тут. Давайте ей скажем, прими в друзья, и потом, как бы, пойдем в лобби. Я ей кинул запрос. Что у нее какое-то черное появилось? Ну, там ничего не написано странное. Алмазы кину. Давай по-быстрому, по-быстрому. Ну, принимай в друзья. Полетели в лобби. Давай в лобби. Гоу в лобби. Пошли. Давай. Все, вроде она прочитала. Кидает смайлик. Все, значит, согласна. Поэтому, ребят, погнали. Мы идем в лобби. Принимаем заявку в группу. Попадаем в команду. И давайте же ей сразу напишем сначала, что это вообще за ютуб. Чтоб она как бы знала. Если что, ребят, те, кто смотрит этот видос, вы данный видос смотрите на канал Дрил ТВ. Поэтому, если что, ребят, подпишитесь. Кто еще не подписан. Ты помогла новичку. Ты помогла новичку. Давайте вот так ей напишем. Поэтому сейчас алмазы кину. Давай. 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 Прямо сейчас мы ей будем, ребят, кидать алмазы. Она там что-то в микрофон говорит. Блин, во время записи экрана я не могу услышать, что она там говорит в микрофон. Точнее, слышу, но очень тихо. И вроде, ребят, это девочка. Прикиньте, нам помогла девочка. Айдишник ее скопировал. И давайте скажем, жди, я сейчас скину. Алмазы, ребят, я скинул. Давайте ей напишем то, что так сейчас придут. И будем ждать, ребят. То есть я не ухожу. Давайте дождемся ее реакции, чтобы она реально подтвердила то, что алмазы к ней дошли. Поэтому, ребят, пока что нам остается только ждать. Я тут с ней, ребят, общаюсь, пока мы ждем алмазы. И она сказала то, что она вообще никогда не донатила. Блин, если бы я это знал, я бы, может быть, хотя бы 500 алмазов скинул. А то сотка реально мало. Но я написал то, что, типа, в скидочном магазине может, сможет что-то забрать. Там, может, за 9 алмазов, за 99. Как повезет, короче. Но все равно сотка алмазов это, конечно, мало. О, она говорит то, что алмазы пришли. Отлично, ребят. И у меня к вам предложение, ребят. Если под этим роликом будет 500 лайков, то я ей скину еще 500 алмазов. То есть все в ваших руках. Поставьте лайк. И тогда, как бы, я ей еще алмазов докину. Потому что она никогда не донатила. Да, и за сотку алмазов мало что можно будет получить. Ну, а мы возвращаемся на тусовочный остров. И теперь моя очередь уже просить не помощь, а просить алмазы. Можете помочь? Вот такие вот фразы мы пишем снова в чат. И, походу, никто... А, нет, ребят, хотел сказать. Никто не обращает внимания. Но нет, ребят, походит какой-то человек с ником Везунчик. А, возможно, он реально Везунчик. Знаете почему? Потому что если он нам хотя бы соточку алмазов кинет, тогда я ему кину в 10 раз больше. А именно 1000. Он спрашивает, чем? Давайте у него спросят, где алмаз брать. Сначала такой будем темой намекать. А потом скажем, ну, скинь алмазы. Конечно, ребят, это очень маловероятно. Но и приз, как вы понимаете, будет больше, чем за просто помощь. Сам уже не знаю. А, типа он не знает, где алмазы брать. А, он, наверное, не знает даже, как донатить. Хочу алмазы очень вот так ему пишем, но мне кажется, это не поможет. Ну да, он просто отходит от нас. Дальше не хочет вести с нами разговор, как я понял. А он, кстати, ребят, смотрите, сразу к девочке какой-то пошел подходить. Ну понятно, алмазы его не интересуют. Ему лучше вон с девочкой познакомиться. Ну ладно, не будем им мешать. Еще раз с 50 я заходил на этот тусовочный остров, пытался выпросить алмазы. Но это все, ребят, бесполезно. Даже не пытайтесь спросить алмазы на тусовочном острове. Вряд ли вы найдете там того, кто вам их скинет. Лучше, ребят, зайдите в мой телеграм-канал и поучаствуйте в конкурсах. Ссылка находится в описании. Ну а данный видос подошел к концу. С вами был я, Дрилл ТВ. Мы увидимся с вами совсем скоро в новом видеоролике. Всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok